Здравствуйте! Это информационный выпуск «Сегодня» в студии Георгий Плеев. И сегодня в выпуске... Православная Южная Осетия готовится к крещению Господню. Насыщенная культурная повестка января. Грядут три премьеры. Сезон зимнего экстрима на горно-лыжном курорте Цон в самом разгаре. Грядет один из главных православных праздников – Крещение Господня. Православные республики отметят этот день праздничными богослужениями, крещенским омовением в заранее обустроенных купелях и обязательным набором святой воды. Анжела Кукоева о том, как Южная Осетия готовится к таинству крещения. В ночь с 18 на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне – один из главных праздников Православной Церкви, символизирующий очищение души и обретение новой жизни во Христе. Священники в этот день проводят освящение воды в церквях и праздничные богослужения. В Храме Пресвятой Богородицы нам рассказали о графике праздничных богослужений. Первая праздничная служба пройдет в 5 часов вечера 18 января. В 8 часов вечера совершится великое освящение воды. Сюда мы привезем цистерну с водой, освятение. Люди могут уже вечером спокойно набирать и на следующий день тоже оставить. Ну, обычно хватает. Затем в 10.00, 19.00 числа мы начинаем службу Божественную Литургию. Заканчивается приблизительно где-то 12.00, 12.30, ну плюс-минус как люди будут собираться. Мы отсюда, с соборной площади, отправляемся к депарк. Ну, там благоустроят купель. Праздничные богослужения пройдут в храмах Пресвятой Богородицы и Пресвятой Троицы, а также в Оландском храме Святых Константина и Елены. На водных объектах в Большом парке имени Валерия Хуболова и селении Дменис будут оборудованы купели, обустроенные в соответствии с рекомендациями сотрудников службы спасения. К местам крещенских купаний организуют транспорт. Были совещания под представительство советника президента Бегисов. Все, что надо делать для крещения, помогают, то есть идут навстречу. В пользу случаях хочу поблагодарить всех – МЧС, МВД, всей службы, скорая помощь. Ну, всех не перечислить, потому что очень многие люди помогают. И хочу их поздравить с праздником. Накануне по вопросам обеспечения безопасности населения во время проведения мероприятий ко Дню Крещения Господня прошло заседание под председательством государственного советника президента Батрата Бегизова. В Дне НИС, насколько я знаю, в совещании было тоже предложено отцу Сергию помощь. Они начнут в 12.00, привезут полевую кухню, горячий чай, кашу. Ну, и будут, и скорая будет держу, МЧС, естественно. И где-то в начале третьего ночи там. Согласно верованию, вода в источниках в этот день становится святой и целебной, сохраняющей все свойства и не портящейся в течение долгого времени. Верующие пьют её в течение года натощак и бережно хранят, как святыню. Те, кто хочет креститься, должны прийти 18-го числа, то есть завтра, чтобы люди там на морозе не стояли и их заранее гласят, нарекут именами. Первое крещение проведено Иоанном Крестителем в люблейские времена Новозаветной эпохи на реке Иордань. Иоанн Креститель обращался к людям с наставлением признать грехи и обратиться к Богу. Впоследствии в реке Иордань крестился Иисус Христос, оставив пример для последователей. С тех пор христиане полагают, что при крещении происходит очищение души и обретение новой жизни во Христе. Анжела Кукоева, Аида Кочева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Горные склоны села Цон уже покрыты добротным слоем снега. Это значит, набирающая с каждым годом популярность мест активных зимних развлечений снова в деле. Здесь предусмотрены горнолыжные трассы как для любителей, так и профессионалов, которым ни почем экстрим любой сложности. Одним из самых излюбленных мест отдыха в Южной Осетии является горнолыжный курорт в селе Цон. Он начал функционировать 4 января. Этого ждал каждый любитель зимнего экстрима. Здесь по обыкновению многолюдно, особенно в выходные. Организаторы в целях безопасности оборудовали посадочную площадку, укрепили кровлю пункта обогрева. По их словам, с каждым годом сюда приезжают больше любителей зимнего отдыха, что требует больших усилий по содержанию курорта. Кроме мер безопасности, особое внимание здесь уделяется также комфорту отдыха. Под курортом предусмотрено специально отведенное место для парковки автомобилей посетителей горнолыжной зоны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потрясающая природа и горный воздух способствуют расслаблению и подкреплению здоровья. Обустройством курорта совместно с энтузиастами занимается комитет по молодежной политике и спорту. Длина основной трассы около километра. Но помимо этого, опытным лыжникам здесь предоставляют возможность спуска с более высоких точек, свыше 2000 метров от стартовой площадки до остановки, что, разумеется, предполагает более уверенные навыки, нежели у любителей. На склонах здесь могут кататься до 100 человек. Цены на прокат лыж, сноубордов и санок, как и в прежние сезоны. Лена Газаева, Олегина Черткова, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Юго-осетинские производители снова примут участие в крупнейшей международной экспозиции «Продэкспо-2024». Репортаж Стеллы Бязровой. Южная Осетия вновь примет участие в международной выставке продуктов питания, напитков и производственного сырья «Продэкспо-2024». Масштабное экономическое мероприятие стартует 5 февраля в Москве и продлится несколько дней. Юго-осетинским участникам тоже будет организован отдельный стенд «Национальная композиция». Пройдет она с 5 по 9 февраля. Всю неделю можно будет представлять, общаться и рассказывать о сильных конкурентных качествах нашей продукции. У Южной Осетии будет своя национальная экспозиция в одном из центральных павильонов выставки. Все это пройдет на площадке центрально-выставочного комплекса «Экспо-центр» на Красной Пресне. Уже несколько лет республика на достойном уровне представляет производимую здесь продукцию на крупнейшей экономической площадке. Участие в мероприятиях в большинстве своем принимают винноводочные предприятия, такие как «Арес», «Сэндон», «Сэнавсир» и «Ронсен». На предыдущей выставке в прошлом году впервые представлена продукция пивоваренного завода «Высокогорная кельтская пивоварня», получившая высокие отзывы российских и международных производителей. Хотелось бы воспользоваться случаем, еще раз донести до всех желающих производителей, или кто собирается что-то производить, пусть обращаются или в Министерство экономического развития, или в торговое представительство напрямую ко мне. Я с удовольствием поддержу. Это наши полномочия, наши прямые обязанности. Поддержка югостинского экспорта. С радостью подскажем, поддержим. Никаких плат не взымается за участие на продэкспо. Все, что имеется в арсенале наших производителей, я с удовольствием презентую. В прошлом году югостинский стенд посетил президент Аланга Глоин. В этом году на открытии выставки продэкспо также ожидается присутствие высокопоставленных российских чиновников и иностранных делегаций стран-участников. Ежегодно на продэкспо бывают представлены пищевые и продовольственные товары разных стран от базовых продуктов питания на каждый день, вплоть до изысканных деликатесов, а также органическое спортивное питание для здорового образа жизни. Здесь собрана крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин и более чем из 30 стран, в том числе и из Южной Осетии. Именно к продэкспо производители превращивают запуск новых продуктов, торговых марк, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок. Производители из Южной Осетии представят свои новинки. Как правило, у нас они тоже имеются. Возможность участия в выставке югостинским предпринимателям ежегодно предоставляет торговое представительство Южной Осетии в Российской Федерации и Министерство экономического развития. Для производителей республики эта площадка является уникальным шансом поиска торговых партнеров, заключения контрактов по сотрудничеству и, соответственно, расширения географии поставок югостинской продукции. Стелла Беазарова, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Январская культурная афиша Цхинвала пестрит тремя долгожданными премьерами. Борис Годунов, Фатим, а также парфюмер. История одной любви будут представлены на сцене Госдрамтеатра Южной Осетии. Первый премьерный показ драмы Борис Годунов проходит уже в эти минуты. Обозрение январской афиши в репортаже Эльвиры Тибиловой. В январе театрала в республике ожидает сразу несколько ярких культурных событий. Сегодня и завтра состоится премьерный показ драмы Борис Годунов. Постановки режиссера Худрука Госдрамтеатра Тамерлана Дзутцева. Проект реализуется по специальному заказу Министерства культуры Российской Федерации. И премьерные показы намечены на 17 и 18 января. Также в январе состоится долгожданный показ первого Остинского национального балета «Фатима». По одноименной песе Кустахи Тагурова в исполнении балетной труппы Северо-Остинского филиала Мариинского театра. Автором музыки к балету является народная артистка Южной Осетии, композитор Жанна Плеева. Показ приурочен годовщине смерти выдающегося композитора. Очень важно то, что именно показ балета состоится на родине композитора, чего она очень долго ждала и при жизни. То есть проект долго вынашивался. Вообще эта идея художественного руководителя Мариинского театра, автором идеи является Валерий Гергиев. Премьера балета состоится 22 января в 18.30. По многочисленным просьбам Минкульт Республики организует дополнительный показ национального балета «Фатима». Билеты можно приобрести в кассе театра. Дополнительный показ состоится в тот же день, в 21 час. Гастроли Мариинского театра в Южной Осетии вызвали очень большой интерес среди наших жителей. И билеты на показы были реализованы буквально в первый же день, когда они поступили в продажу. Поэтому по договоренности с руководством Мариинского театра, Министерством культуры было принято решение сделать дополнительный показ национального балета «Фатима». Балетная труппа филиала Мариинского театра в Республике Северной Осетии Алания также представит балет «Парфюмер. История одной любви» в постановке Валерия Суанова. Показ балета состоится 24 января в 18.30. Эльвира Дебилова, Айда Кочева, Заримар Сойва. Информационный выпуск сегодня. В здоровом теле здоровый дух убеждены постоянные посетители плавательного бассейна «Дельфин». Здесь созданы все условия как для профессионального совершенствования спортсменов-плавцов, так и для тех, кто просто любит поплескаться в воде. Репортаж о Гунде Губозовой. С 9 часов утра до 9 вечера, 5 дней в неделю, при таком графике, оттачивают мастерство юные плавцы в плавательном бассейне «Дельфин». Здесь занимаются не только спортсмены, но и простые любители здорового образа жизни, разного возраста и уровня физической подготовки. Бассейн располагает всеми необходимыми условиями. Здесь строго соблюдены санитарно-гигиенические нормы. На спортивном объекте функционируют два бассейна для взрослых и детей. Бассейн для детей позволяет проводить одновременные занятия 15 ребятам, тогда как бассейн для взрослых вмещают до 50 плавцов за раз. Время посещения для женщин и мужчин разное. Месячный абонемент посетителям обходится в 1500 рублей. С собой нужно иметь банные принадлежности и специальный купальный костюм. По словам тренера Евгении Терлеевой, количество посетителей с каждым годом растет. И это понятно, ведь плавание является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и физического развития. Понятно, что многие могут сказать, что я не умею плавать. У нас есть тренер, который научит плавать. Что бы сказать о пользе плавания в целом, то, конечно, это, во-первых, жизненный навык, который спасает нам жизнь. Нам и нашим близким. Человек, который умеет плавать, он всегда сможет оказать помощь и поддержку тому, кто терпит бедствие на воде. Это, я считаю, самое главное. По словам Евгении Терлеевой, занятия в воде развивают практически все группы мышц. Дыхательную и сердечно-сосудистую систему. Вода давит на нашу кожу, на наше тело. Таким образом, преодолевая это сопротивление, мы тренируем наши сосуды. Через сосуды тренируется сердце. Выполняя монотонную работу от бортика к бортику, благоприятно действует как на сердце, так и на дыхательную систему в целом. Плавание также рекомендовано людям, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата и избыточным весом. Как отмечает Терлеева, во время занятий организм закаляется, и вследствие чего, соответственно, происходит и укрепление иммунитета. По статистике, это, в принципе, из своего опыта тоже могу подтвердить. Дети, которые начинали плавать и были часто болеющими детьми, в принципе, с годами у них улучшался иммунитет. И, скажем так, на уровне кандидата мастера спорта, это были уже редко болеющие дети. То есть, в принципе, я на своем личном опыте в этом убедилась. Что касается безопасности в бассейне, здесь постоянно дежурят спасатели и медперсонал, готовые на незамедлительное оказание помощи пловцам при необходимости. Агунда Губозова, Аида Кочева, информационный выпуск. Сегодня. Прогноз погоды на завтра. В республике Ясно в Знаурском районе днем плюс 5, ночью плюс 2. В Завском районе днем плюс 5, ночью 0. В Квайсе днем плюс 2, ночью минус 3. В Ленигорском районе днем плюс 7, ночью плюс 2. В Цкинвале днем плюс 6, ночью плюс 2. Это все на сегодня. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!